здравствуйте мои хорошие канала и вторую надежда и да как видите непривычный фон спасибо вам большое в одном из недавних видео я вас спрашивала менять фон или нет потому что новый фон был уже заготовлен и новый фон я хотела поставить на канал и хотела ваше мнение конечно я хочу сказать спасибо тем кто любит так же какая стабильность и кто любит что лучше враг хорошего но тем не менее скатерть а которую вы привыкли видеть такую лазурно-синюю или сапфировую не совсем я понимаю в колористике но у неё цвет такой очень глубокий насыщенный все-таки и нужно отправить на покой как минимум банные процедуры ей точно уже нужны информации на ней скопилось но очень-очень много хотя она периодически подвергалась чистки но тем не менее и я надеюсь новый фон вам понравится такой вот он интересный гороскопические 12 знаков зодиака но вы знаете что я не астролог я не привязываюсь к знакам зодиаков но мне понравилось данный скатер надеюсь вам она тоже понравится мешать взгляду не будет и надеюсь вы тоже примите на какое-то время как то что было у меня когда-то надеюсь взгляд вам резать данная скатерть не будет сегодня расклад намерения и действия мужчины до нового года много таких запросов что что же он будет делать до нового года там что он хочет что намеревается я делала такой расклад но видимо его мало все-таки хочется концу нового года точнее концу года посмотреть что же все-таки мужчина хочет оракул полной луны таро черный гримуар и взяла так у меня есть маленькая колода заказывала я ее вреда и вич называется каждодневная ведьма или ведьма каждый день я думаю будет интересно опять же к новому году все-таки такие колоды она очень яркая насыщенная думаю будут интересны в раскладах посмотрим в какую позицию 8 еще сама не знаю но хочется мне взять и так три позиции как обычно загадываем кто на канале давно те уже знают все те кто на канале впервые здесь место кстати несколько меньше чем у меня было на синим моей скатерти ну я думаю мы с вами как-нибудь справимся те кто на канале первый раз ваша задача выбрать карту вашу карту под номеру по внутреннему ощущению что это ваша позиция что ему под этой позиции будет тот самый ответ на ваш сокровенный вопрос до намерения мужчины его действия до нового года я убираю две незадействованных позиции чтобы они нам не мешали и начиная с первой позиции смотрим сильнификация вашего мужчины его характеристика свечу и на тоже такой длину и до непривычно мало места я привыкла к тому что больше у меня площади но здесь скатерть она небольшая поэтому действуем в рамках того что есть и так сигнификация мужчины знаете здесь хочется сказать что в принципе как друга данного человека рассматривать можно и как друг данный человек действительно хороший товарищ человек который может много посоветовать здесь человек не глупый здесь человек который рассуждает с точки зрения логики он не подвержен каким-то эмоциям если это какая-то нейтральная территория друзья товарищи и во френд зоне данного человека держать наиболее безопасно для себя если вы же входите с этим человеком гораздо дальше чем какие-то дружеско товарищеские отношения то сразу здесь стоит сознанием отдавать себе отчет в том что здесь человек будет выдавать непредсказуемое свое поведение здесь человек который если все что касается страстей все что касается эмоций контроля вот данному своему проявлению эмоциональному человек не имеет здесь человек который любит белое черное здесь который любит горькой и сладкой а здесь человек который любит белое и черное и человек здесь не согласен на какие-то усредненные половинки здесь нету у человека оттенков серого. Здесь для него либо белый, либо черный. Поэтому здесь человек либо любит, либо ненавидит. Но это опять же все, что касается отношений любовного характера, страстного характера. Здесь человек, который вот либо моя, либо мне ничего не надо, но здесь есть двойственность в человеке. Поэтому здесь человек, имея отношения одни для себя, пусть он их рассматривает стабильными, пусть он их рассматривает для себя отношения перспективно, человек всегда для себя оставляет запасной аэродром. Ну, например, сходя с женщиной, живя с ней, не торопится вступать в брак, потому что ну мало ли не получится, и все эти бюрократические проволочки, да, вот все вот это официальное тянуть ему не хочется. Если здесь человек находится с вами в сексуальной связи, то здесь можно практически гарантированно сказать, что здесь человек может быстро привыкнуть к той женщине, с которой он находится на данный момент, и вот у него включается поиск. А где бы еще, где бы еще добрать, где бы еще взять эмоции, там, страстей. Здесь человек, который вряд ли будет привязан к одной конкретной какой-то женщине. Здесь всегда, знаете, вот фокус его мужского зрения рассредоточен по сторонам. Да, здесь мужчина, который не любит серую, однообразную жизнь. Вот почему здесь я и сказала, что здесь у мужчины нету серых полутонов. Здесь мужчина либо в черном, либо в белом. Либо у мужчины все хорошо и полный драйв. Либо мужчина сидит в полной тишине, но в полной, полной тишине. Для него это тоже, знаете, это место его отдыха, в котором он набирается силы. Там все его, допустим, бросили, там все его любимые женщины, там или одна любимая женщина, которая бросила его по причине того, что там заподрозрило в чем-то. А здесь он в какой-то момент даже может согласиться на долгую паузу или на расставание для того, чтобы набрать новых сил и снова взять такой, знаете, вот рывок с обрыва. Обид здесь данный мужчина не прощает. И здесь мужчина никогда не оставит ситуацию, что если вдруг с ним где-то женщина поступила неправильно, по его мнению, он не упустит момента доставить ей похожие эмоции. Например, она ему нагрубила, либо она ему высказала. Он немножечко выждет момент и может ей такой вот тирадой, такой вот многословный высказать то же, что и она, например, не хотела бы слышать в свой адрес. Критику здесь мужчина не принимает. Здесь мужчина, вот если вот с ним в отношениях быть, его нужно только хвалить, хвалить, хвалить. Если начинается момент, что ему говорят, ну где-то ты здесь не дотягиваешь, да, где-то ты здесь не совсем там доработал. Здесь мужчина может сразу перейти в ситуацию, что а тогда мне ничего не надо, потому что его либо принимать, либо не принимать совсем. Такой уж здесь пограничный человек, ничего здесь с этим не сделаешь. Ну, да, вот хочется сказать, что я такой, какой я есть, и люби меня именно таким, какой я есть. Ну, давайте на ведьмочках посмотрим, что еще. Какими его ведьмочки, да, видят. Колода Таро. Удобная, маленькая. У меня руки небольшие, и такой вот формат колоды, если взять стандартную, да, но она больше. Стандартную я имею в виду Лос Корабелу. Она больше. А здесь совсем такая малышка. Итак, мужчина с точки зрения ведьмочек. Мужчина, который не ищет себе, девочки, стабильность, да. Здесь мужчина, который любит получать много. Здесь мужчина, который любит получать все и сразу, но, к сожалению, здесь человек, который склонен к присыщению. И для человека слово привычка – это самое, наверное, неприятное слово для него. Он не может жить в абсолютной стабильности. Ему постоянно нужна какая-то динамика. Да, ему не важно, это хорошая динамика, либо негативная – да. Но вот стабильность для него – это не то слово, которым его можно подкупить. Здесь мужчина не купится на то, что, допустим, есть хорошая женщина, есть женщина серьезная, есть женщина, которая очень верная, очень мудрая. И с ней можно жить стабильно, хорошо, спокойно, развивать семью, накапливать какие-то имущественные, материальные блага и жить абсолютно ровно, спокойно. Данному мужчине, девочки, так неинтересно. Поэтому, если вы в отношениях с данным мужчиной ставили ставку на то, что именно с вами он обретет островок спокойствия, островок такой вот, где уже можно наконец-то успокоиться, где здесь можно жить спокойно, это не тот мужчина, которого можно подкупить каким-то спокойствием. Здесь он любит такие американские горки. И чем они круче, тем для него интереснее. Так, давайте смотреть его мысли о вас на данный момент. Мысли на данный момент, что либо будет все по-моему, либо не будет никак. Здесь у нас законодатель своего собственного монастыря. Здесь мужчина говорит, что если ты готова войти в мой монастырь, то ты не входишь в него со своими собственными правилами. Я командир, здесь я император, я хозяин. Поэтому ты должна согласиться в отношениях со мной, что у меня от тебя будут какие-то тайны, что я могу внезапно куда-то уехать, или я внезапно могу исчезнуть. Я могу, например, договориться с тобой о встрече, и я могу на нее не попасть. Но у тебя не должно быть ко мне вопросов. Я такой, да, у меня есть свой экспрессионизм какой-то. Я здесь вот такой вот человек, вот который как личность уже состоялся. Переделать невозможно, заставить невозможно. Поэтому вот только с моими здесь правилами. Игра по моим собственным правилам. Здесь мужчина вам говорит так. Ну, хорошо, но именно о вас-то что он думает? Ну, он думает, что если мне уже совсем будет невмоготу, что если я соскучусь, и если я почувствую, что мне ее ну очень-очень не хватает, то я обязательно здесь ее взбудоражу там своим появлением, своим неожиданным звонковым там или своим неожиданным появлением. Но здесь мужчина хочет, чтобы вы о нем скучали. Чтобы вы вот заскучали настолько, чтобы вот его появление для вас было неким таким событием, которое принесет вам большую радость. А иначе здесь он говорит, ну а смысла нет. Смысла нет. Здесь по старой колее уже не поедешь. Поэтому колею пока я поменять здесь не могу. Если уже и двигаться по ней снова, то дождаться пока она там, не знаю, там снегом покроется, там бурьяном зарастет. И вот я вот с приключениями, да, вот с препятствиями я поеду. Вот его, девочки, вот это зажигает, да. Просто легко, хорошо и комфортно жить данный мужчина не может. Чем больше сложности, чем больше, не знаю, вот сложная женщина, она более заганочная, чем более она недоступная, тем ему интереснее будет. Легкая такая вот добыча, которая говорит, ну, добыча не в обидном контексте, конечно же, которая говорит, да, мой дорогой, я тебя люблю, я тебя жду, я хочу быть с тобой, и все, 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 я твоя, и все. Мужчина сразу теряет градус своего интереса. Намерения мужчины в отношении вас до Нового года, да. Ну, Новый год захватываем, конечно же, может быть, плюс, там, немножечко первых январских дней. Если вы смотрите данный расклад уже после Нового года к определенному событию, вы загадываете события, там, допустим, 8 марта, ну, хотя я буду делать такие расклады, но мало ли. Вам понадобится, итак, намерения до Нового года написать, позвонить, о, смотри, какие здесь активные карты, здесь мужчина намеривается делать все активное в вашу сторону, да. И ту жезлов, и шестерка жезлов, и рыцарь жезлов, и колесо судьбы, здесь карты очень активные, которые говорят о движении в вашу сторону, да, намерения, намерения такие. Написать, позвонить, поздравить, там, встретиться, там, все, что угодно, все зависит от того, в каком формате раньше ваши отношения были. Так что, девочки, намерения здесь хорошие. Ну, хорошо, давайте смотреть действия, вот именно тот срок, да, вот немножечко, наверное, даже захватим мы с вами январских дней, и посмотрим, а что же сделает, потому что часто намерения, там, мысли, они совсем не совпадают с действиями. Раз и напугался, да, там, собрался взять ваш телефон, номер телефона, и тут раз, и что-то случилось. Такое же тоже бывает. Итак, действия. Вашу... А, ну, действия поняли. Но он напугается, девочки, ничего он здесь не сделает. В мыслях герой, в мыслях я сейчас приеду, напишу, позвоню, объявлюсь, заявлюсь, никуда она не денется. А в действиях, здесь он, девочки, испугается, не рискнет. А почему? Ну, а почему? Вы знаете, вот хочется сказать, что если бы он заранее знал бы, что вы его примете безо всяких вопросов, если вы его приняли бы вот просто вот как раньше, когда у вас все было хорошо, там, супер, молодец, ты приехал, там, мой хороший, там, ну, то да, сделал бы шаг. А здесь у него большая неясность, встретите ли вы его хорошо, холодно или вообще никак не отреагируете на его какое-то действие, на его какой-то шаг. Здесь вы мне даже можете написать, там, Надя, я ему готова, там, там, ответить хорошо, я готова, там, с ним пообщаться. Но мужчина здесь не уверен. Понимаете, что вы с ним готовы. Здесь бывает так, что вы ему в какое-то время, там, не знаю, там, полгода назад высказали, вот, как-то в нелицеприятных выражениях. А за полгода всё, у вас забылось, вы уже всё, вы обиды все забыли ситуацию, отпустили, вы отошли от всего и уже готовы ждать его сообщения и вот с любовью сообщения его уже принять. А он в этом не уверен. То есть вы-то о себе можете знать всё, но он-то о вас не знает. Поэтому, да, здесь я не вижу, что вы вот в действиях, намерения хорошие, но в действиях, шагов я не вижу. Давайте здесь тогда посмотрю совет, опять же тоже, сейчас на ведьмочках посмотрю, что вы можете сделать в этой ситуации. Совет вам. Сейчас скажешь, только не говорите, напиши ему сама. Ну, говорю не я, я читаю из карты. Ну, здесь нет, здесь действовать самой нельзя. Потому что здесь, если вам действовать самостоятельно, то, собственно, ту оборону, когда, или те правила, которые вы озвучили мужчины, мужчине в отношении вас, да, как вы хотели бы видеть эти отношения, или чего вы приемлете или не приемлете, здесь, если вы сама сделаете первый шаг, здесь всё пойдёт не совсем по правильному сценарию. То есть вы все те свои претензии можете, хочется сказать, забыть тогда и больше ему не высказывать. То есть делая шаг, мы соглашаемся с тем, что та ситуация, которая подвергла нас конфликту или расставанию, значит, мы её отпустили, и она для нас уже значения не имеет. То есть я, если вы говорили, что ты ко мне приходишь там только там с кольцом, с бриллиантом, и больше я тебя не пущу, через полгода вас отпустила, вам уже это уже не так важно, вы ему пишете, и, соответственно, в дальнейшем вы уже по умолчанию не ждёте, чтобы он вам делал какие-то уже серьёзные предложения. Тут нету такого, что вы дали человеку шанс правильный, да, для того, чтобы он наконец-то исправил ошибки, которые вы ему позвучили, и он так и сделает. Здесь нет такого варианта. Поэтому здесь, девочки, чтобы не переиграть самой себе, здесь всё-таки первого шага стоит ждать от мужчины. Когда уж он там напишет, здесь там под старый Новый год или там на Рождество, может быть, вот до Нового года и на сам Новый год здесь я не вижу, да. На вопрос, стоит ли вам здесь нарушать молчание первое, здесь я тоже этого не вижу. Я надеюсь, вам понравился расклад, я надеюсь, здесь вы сделаете выводы определенные, надеюсь, вам всё-таки понравится то, что мужчина здесь готов действовать, да, но он боится, что это вами будет не так воспринято, как ему хотелось бы. Ну, а дальше будем смотреть в дальнейших раскладах. Пишите свои вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки и поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Девочки, всего-всего вам самого хорошего, что вы себе сами желаете, сами загадывайте под Новый год. Я желаю, чтобы всё это исполнилось, мои хорошие. Вторая позиция. Ваш мужчина. Какой он на сегодня? Что с ним? А ему здесь очень плохо. Здесь мужчина считает, что он за что-то расплачивается или кто-то ему здесь отомстил. Здесь мужчина, ну-ка, видит ли он свои проблемы? Нет, кстати, нет. Здесь мужчина то, что расплачивается, но я не виноват в том, что со мной происходит. Здесь кто-то мне сделал назло, здесь кто-то мне специально делает, кто-то мне вредит, а я вот такой вот весь святой. Всё хорошо, я со всеми хорошо поступала по доброте, по чести, по совести. И у него есть здесь непонимание от того, что за что с ним жизнь так несправедлива, где ему перебежала дорогу та самая чёрная кошка, которого не смог обойти. Ну, здесь мужчина, хочу сказать, проходит как минимум большую эмоциональную трансформацию для того, чтобы вовремя где-то закрыть язык, для того, чтобы вовремя где-то предотвратить, ну, вот, например, вот обещание на эмоциях, там, звезду тебе с неба достану, там, не знаю, там, дом там на Мальдивах тебе куплю, но это всё у него происходит на эмоциях, когда ему хорошо. Теперь здесь мужчина понимает, что его язык его враг, что теперь не всё стоит озвучивать вслух, то, что у него на душе. И здесь по сути сказать, что здесь человек, ну, какой-то гадкий, мерзкий, нет. Вы, конечно, можете с этим не согласиться, но тут видите, какая ситуация. Тут ситуация, что человек, вот, пока ему хорошо, да, и пока его накрыли эмоции, такая волна тёплая, эмоциональная, он готов здесь наговорить, наобещать, замуж позвать, и всё, 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 что с этим связано. Но как только человек начинает сталкиваться с действительностью, он, конечно, может делать шаги назад, потому что не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. здесь от души непонимание, что я же не хотел так, да, я же не желал так, ну почему? Здесь жёстко, здесь сейчас, не знаю, жизнь, судьба, бумеранг, но здесь жёстко сейчас по мужчине всё это прошлось. Фу, не хочет он, конечно, всего этого. Считает виной в этом женщину. Вас, например, что вы ему здесь испортили жизнь, либо здесь мужчина находится под властью мамы, и говорит, что это из-за мамы не получается, что я, допустим, не могу строить свою личную жизнь. Или здесь жена, там, который он говорит, что если бы не она, то если бы я там на ней когда-то не женился, то всё в моей жизни было хорошо. Но, девочки, здесь я хочу сказать, что, понимаете, здесь такая ситуация, нам всегда легче переложить на кого-то свою собственную ответственность, чтобы в случае чего, да, чтобы если что-то не получается, мы всегда могли сказать, но другие виноваты, да, я не виноват, там, это мне Вася посоветовал пойти на эту работу, а начальник там нехороший человек, и мне он не платит, но это же Вася виноват, что я туда пошёл. Не потому, что я там сам не разузнал, что в этой работе там хорошего, нехорошего, не потому, что я там сам не стараюсь трудиться на результат, а начальник такой вот педант, да, и вот он оплачивает строго по результату. нет, это вот тот человек, который мне эту работу подсобил. Также здесь ситуация, что жена, да, но я же не виновата, что вот у меня есть жена, вот, а я там влюбился в другую женщину. Жена виновата, да, что я этим обязан, там, это она там такая, там, сякая, меня не отпускает. То есть ситуация, когда человек перекладывает свою собственную ответственность на другие плечи, и этим же и прикрывается здесь мужчина, который может сказать, что я не могу сейчас там, допустим, там, приехать к тебе или еще что-то, потому что там кто-то виноват. Вот здесь вы должны, чтобы полностью здесь понять сигнификацию мужчины, и чтобы полностью понять, что ваш расклад или нет, вы всегда должны, точнее, вы должны помнить о том, вспоминать такие ситуации, что мужчина всегда свою вину сваливает на кого-то. Или, допустим, я не могу быть с тобой, моя дорогая, потому что ты, например, всегда была добрая, хорошая, и ты меня любила таким, какой я есть. А вдруг что-то, моя хорошая, с тобой произошло, и ты стала злая, ты стала от меня требовать, ты стала на меня давить. Я хороший, это ты такая давишь на меня. Я хороший, я хотел, но я тут вдруг перехотел, потому что это ты такая. Ну, девочки, это сигнификация, по которой вы сможете понять ваш расклад, это или нет, ваш мужчина, ну или нет, конечно. Давайте еще в первом раскладе добавляла ведьмочек, давайте посмотрим с точки зрения ведьмочек на вашего мужчину. И, наверное, совет тогда тоже ведьмочек буду брать. кто-то его здесь наказал. Причем здесь наказ может быть абсолютное отзеркаливание человека, как ты со мной, так и я с тобой. Здесь может быть и некое магическое воздействие, так как мы смотрим на такой специфической колоде. Вот здесь верховная жрица и туз мечей, да, было какое-то целенаправленное воздействие, да, и 21 фаркан, и, собственно, и понеслось. Здесь может быть все, что угодно, но здесь мужчина, девочки, то, что он сейчас переживает внутри, здесь, ну, никому не пожелаешь. Может быть, врагу и пожелаешь, но человеку, которому относишься более-менее так вот. Ну, есть он и есть, такого ему точно не пожелаешь. Такая, какая-то внутренняя, знаете, здесь внутренний надлом, ну, и поиск виновного здесь. Кто здесь в этом виноват, кто мне это сделал? Ну, здесь, видите, он какая-то, та женщина виновата. Это из-за нее, из-за нее, и по ее причине. Я и готов был дать, ну, пусть не все, но половину из того, что я мог, она не взяла, она не захотела. Романтик, девочки, болтолог здесь, мужчина, здесь, который много любит говорить, но не любит много делать. А потом все вокруг виноваты. Вот здесь романтик, но не от хорошего слова, романтизм, романтика. Здесь человек, который, вот опять же, эмоционально готов по уши погрузиться в это состояние, но ответственности нести он не готов. мысли его о вас на данный момент, что он думает. Он считает, что он такой шикарный, что он такой подарок, а вы его не принимаете. Он о себе здесь очень хорошего мнения, что я шанс, я мужчина номер один, или вообще единственный на планете всей. А она не видит во мне достоинств. Она не видит во мне ресурсов. Она не видит того, что я ей могу дать. Хорошо, что ты дать можешь? Ровно то, что могу. Понимаете, вот ни больше, ни меньше. Здесь милостыня. Вот если вам что-то это слово скажет, то есть, вот что он вам? Он вам не отдаст последнее. Он вам не отдаст все, что имеет. А вот что у него немножечко лишнего, чем он может поделиться? Немножечко лишнего времени, немножечко лишних денег, вот лишнее здесь, да, либо то, что он отдаст, и его это никак не напряжет. То есть сказать, что этот человек готов вот ради другого человека горы свернуть? Нет, конечно. Ну и все, ведь он говорит, потому что я сам нахожусь в рамках, я сам нахожусь в ограничениях. И поэтому, если мне удается из этих ограничений вот что-то выкроить для тебя какой-то ресурс, я тебе его даю. Можно, знаете, было бы сказать, как в притче, да, что один человек дал бедному 10 долларов, а второй дал 100 долларов. И вывод, да, кто здесь лучше, да, кто здесь щедрее, но только тот, кто дал 10, это были его последние 10 долларов, а тот, кто дал 100 долларов, у него еще сотни и тысячи долларов в запасе есть. Вот и здесь такая ситуация. Это тот самый человек со 100 долларами. Он дает и показывает, что это вот максимально, что он может дать, а на самом деле он более ресурснее. Он рисуется, он показывает себя с самой наилучшей стороны, но опять же, да, это вот на эмоциях. Мог бы дать больше, но не считает возможным, не считает разумным, не считает правильным в данный момент. Не жадено, нет, здесь у человека, помимо ваших с ним отношений, есть еще другие обязательства, обстоятельства. Я думаю, вы здесь знаете, о чем речь. И поэтому вот считает, что вот он может выделить, там, допустим, у него работа, там, у него семья. И вот среди вот этого всего он, допустим, может выделить вам 10 минут времени. Ну, а вы же тоже человек, вы же тоже хотите к себе внимания. Вы тоже рассуждаете, что если бы я была бы так нужна, то ты бы нашел бы вот в каждом часе по 10 минут, если бы ты так захотел. Отчасти, девочки, здесь верно, но видите, здесь человек полноценно всем своим временем не распоряжается. Поэтому здесь вот дает вот то, что может, и еще и обижается на вас, что вы негативно принимаете либо отказываетесь принимать то, что вам он дает. Намерение его относительно вас вот на ближайшие дни, да, здесь уже счет до Нового года уже пошел на дни. показывать вам, что он тоже не лыком шит, дать вам понять, что вы его теряете, хоть, чтобы вы жалели, чтобы вы скучали, чтобы вы страдали, переживали, чтобы ощутили весь горький вкус потери. Вот что здесь его намерение, то есть по большому счету здесь не проявляет никакой активности. Если активность есть, то она минимальная, чтобы у вас создавался эффект дефицита. Вот такие здесь намерения. Набивает цену себе. По-другому я не скажу. Действия. Действия до Нового года, Новый год, и может быть буквально там первые числа января. Что будет делать? Намерения по дне, они часто с действиями совпадают. Давайте посмотрим действия. Слушай, ну какой эгоист здесь. Здесь он хочет, чтобы все было для него, чтобы боялись его потерять, вот, и вот пытались, вот, ниточки какие-то к нему, не знаю, вот, ручки такие вот, страдальческие, к нему протягивать. Он хочет видеть, как по нём страдают. Он хочет видеть, как переживают, как боятся, что он останется с другой женщиной, уйдёт к другой женщине, выберет другую женщину или найдёт другую женщину. Здесь, понимаете, здесь всё действия мужчины сейчас, всё намерение и действия основаны на том, чтобы вызвать в вас сильнейшую ревность. Ну и потерю, соответственно, да, вот совокупиваться всеми по тем чувствам, чтобы вы теряли, что он перемещается в сторону другой женщины. Её, может быть, в принципе, здесь и в природе не существует. Общий расклад здесь каждый под свою ситуацию подстраивает. Но вот сделать из себя востребованного мужчину в ваших глазах здесь очень желают. Действия показывай. Девочки, здесь такое ощущение, что человек вас поздравит. Поздравление здесь будет в любом случае. Поздравление, сообщение, звонок. Но он как-то отложит это событие. Опять же, чтобы вы подумали, что ну это уже всё, да. он уже не позвонит там, не напишет там, не свяжется со мной. Что здесь сказать? Эгоист. Заставит вас понервничать. Хочет заставить вас понервничать здесь. Что вот такой вот я император. Меня нужно ценить, поклоняться, любить. Здесь как хотите. Будет действие с его стороны. Но я говорю здесь какой-то, знаете, вот отсроченное. Но будет. А отсроченное почему? Я уже сказала, чтобы вы подумали, что уже всё, уже от него ничего вы не получите. Получите. И относитесь к этому. А давайте сейчас советую как раз. Вам советую, наверное, как к этому поднестись. Вот хочется сказать, девочки, вы держите себя в руках. На его эксперименты, на его манипуляции вообще не поддавайтесь, потому что при желании вы сама можете им манипулировать. вас больше ресурсов, чем вам кажется. Вы, если не сильнее, то как минимум одинакового ранга сил с этим мужчиной. Поймите, здесь он не выше, не умнее, не мудрее, не более манипулятивнее, чем вы. У вас ресурсы здесь, я говорю, как минимум столько же, сколько у него, если и не больше. А у меня здесь, не знаю, наверное, девочки сидят, которые увлекаются какими-то тайными, оккультными знаниями. Маг, луна здесь, девочки сидят у меня непростые, может быть, в них и сидят, здесь мы на картах ведьмы смотрим, может быть, здесь сидят вас, силы какие-то ваши, интуиция очень сильная или более иной ресурс, но вы, наверное, боитесь его выпустить на волю или не верите в свои силы, потому что, видите, здесь кошечка смотрит в отражение, а там целая пантера черная. Вы гораздо больше можете, гораздо больше знаете, гораздо у вас больше как-то власти, ресурсов, чем вам кажется. Поэтому здесь совет такой, развивайте свои навыки. Здесь даже не относительно этого мужчины. вот то, что вам кажется, а может быть, мне попробовать, не знаю, поизучать там психологию, да, девочки, когда такие мысли, что, а может быть, вот это мое, а может быть, попробуйте, пробуйте, пока вы не попробуете, вы не узнаете, ваше это или нет. Так, навскидку, сказать, что, ну, это, наверное, не мое, это глупо, пробуйте здесь. Вы здесь, этому мужчине, королеву мечей, еще можете такой урок преподать. В будущем не сразу вам, чтобы смочь или суметь, да, смочь, говорю, суметь преподать ему урок, вам нужно, во-первых, отказаться от своих страхов, переживаний, там появится он не появится, расстались мы или не расстались. Вам на это должно быть фиолетово. Во-вторых, чтобы наполниться ресурсностью, вам нужно развивать то, что сидит вас. У каждого здесь по-разному. Я говорю, кто-то здесь НЛП, кто-то психология, кто-то, не знаю, руны, таро и так далее. Пробуйте, развивайтесь. Вы, во-первых, отвлечетесь, во-вторых, вы себя, как человека, как личность, будете развивать. Все это, все, вот, смежные, да, вот направления, там руны, астрология, там нумерология, там психология, все-все. Это не просто там какие-то номинальные такие значения. Вы их выучили, вы им пользуетесь. Вы их начинаете внедрять в жизнь. Вы с помощью их начинаете изучать пространство совсем с другой точки зрения. Наполняетесь мудростью, наполняетесь новыми знаниями, новым опытом. И вот здесь вот, что именно благодаря вот этому мужчине, который, видимо, опустил вашу самооценку больше, чем надо бы. Вот здесь вот пересмотреть и понять, что это не он вас, точнее, не вы его должны бояться, что где-то вы не так сделали, может быть, где-то перегнули. Или он по манипуляциям гораздо сильнее вас. Нет, девочки, здесь вы ему еще можете преподать большой-большой урок. Как минимум, да, в дальнейшем посмотрит на вас и скажет ого-го. Вернуться здесь постарается, да, но вот а надо вам это будет или нет, девочки, здесь решать вам. Пока здесь, смотрите, здесь не задача сейчас вам думать о данном товарище. У вас сейчас стоит более, более, девочки, серьезная задача, нежели просто думать, переживать. Дно карты смотрю здесь. Девятка Пентакли, здесь карта, которая говорит. Видите, она сидит, читает, да, у нее дерево с плодами, с Пентаклями. Вы саму себя можете сделать и сделать женщиной с большой буквы. Так что, девочки, здесь вам удачи хочу пожелать и не бояться делать шаги в сторону неизвестного и в сторону неизвестных знаний. Пробуйте, откуда вы знаете ваши, не ваши, если вы не попробуете. Желаю вам удачи, успехов, поздравляю вас с Новым Годом. Пишите комментарии по раскладу, ставьте лайки, если нравится, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Надеюсь, вам понравился расклад, потому что он был как продолжение к предыдущим моим раскладам, где было мысли, где были чувства, где мы в душе ковырялись у мужчины. Здесь это некое такое логическое завершение, ну, на определенный период времени. Дальше, конечно, будем смотреть дальше. Так, все колоды собрала. И смотрим позицию номер три. Ваш мужчина на сегодняшний день. Кто он, что он и о чем вообще? Здесь мужчина понимает, что ему сейчас нужно бороться за свое родное. Родное это семья, это родные и близкие. Здесь случился серьезный конфликт, вплоть до того, что разъехаться, разойтись, развестись и так далее. И он сейчас понимает, что покуролесил или пустил на самотек, не проследил. И сейчас ситуация выходит из-под контроля. И он здесь тот человек, который сейчас может все реанимировать, может все сделать так, чтобы не допустить полного краха. Борется здесь, борется девочки за свое. это его важная задача здесь. Действительно, здесь, если он сейчас это не спасет, это будет неправильно. Здесь сам виноват, поэтому сам накосячил, сам спасай. И он это понимает. Проблемы за проблемами, слушайте, здесь одно на другое, одно на другое. С одним расправляется, прилетело новое. Кажется, уже все закончилось, разобрался, но нет ничего подобного. У мужчины здесь кармический урок, который он сейчас проходит. Посмотрю, спасать ему то, что там он спасает или нет. Здесь карта говорит, он сам знает, что ему в этой ситуации делать. Он сам знает все его задачи, все, что он должен делать. и никто ему здесь не виноват. Да, он сам сделал, сам накосячил, сам должен исправить, и сам знает, как он это должен исправить. да, нелегко будет, но это надо будет сделать. Иначе здесь сейчас подождите, иначе здесь игра пойдет не по его правилам. Там есть заинтересованные лица, которые тянут одеяло на себя. Поэтому, чтобы остаться при своих интересах, он должен эту ситуацию спасать. Либо воспользуются другие лица. ну, например, что мужчина там гулял, 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 и вдруг в семье возникли проблемы. Я говорю, что если мужчина, допустим, женатый, и сейчас ему самая задача убедить там супругу своих детей, что папа никуда не девается, что вот он, я работаю, я зарабатываю. Просто если он с этим не справится, то может потерять семью и прослыть человеком ненадежным и остаться женщиной, которая подождите, женщиной, которая ну, тут, ну, девочки, ну, смотри, здесь какая ситуация. Здесь, да, здесь есть мужчина несвободный, здесь есть мужчина семейный, здесь есть женщина. Если вы любовница, которая смотрит данный расклад, не обижайтесь, пожалуйста, не пишите мне, что я здесь зажжен. Я всегда нейтральная моя позиция, мне все равно, кто вы жена или кто вы любовница. Здесь я за правду, я за чувство, я за любовь. И поэтому здесь смотрите, что если вы любовница, здесь сейчас у мужчины задача спасти свою семью. Он по отношению к семье здесь поступал нечестно. И если здесь вы ждете мужчину и надеетесь на то, что он бросит свою семью, это здесь не совсем правильно на данный момент. И здесь его сейчас кармическая задача спасать. Он сам знает, что он свою семью должен спасать. Поэтому если здесь он где-то отключился, отвлекся от вас, это не он такой нехороший человек. Это ситуация такая, где сейчас семья важнее. И здесь женщина, если вдруг рухнет семья, которая воспользуется этой ситуацией и приберет к своим рукам мужчину, здесь, хочется сказать, на чужом счастье своего счастья не построишь. Здесь я вас не воспитываю, здесь я не пытаюсь вас призвать к совести, я говорю, мне здесь все равно, я как адвокат вот смотрю, вот не привзята ситуацию, точнее, нет, даже не адвокат. Здесь сейчас вообще такая ситуация, что я должна здесь сказать, вот именно с той точки зрения, которую здесь карты показывают. Всегда знаете, что я мужчин никогда не выгораживаю и всегда девочки смотрю вот с вашей точки зрения. Но здесь если вы любовница, вы здесь не совсем права, нравится вам это или нет. Здесь так и есть. Если здесь вы жена и у него появилась другая женщина, еще что-то, вы переживаете здесь, я думаю, вы увидите, что ваш мужчина пытается спасти ваш брак и это сейчас на данный момент правильно. Может быть и вы, конечно, сопротивляетесь и говорите, что да мне он уже не нужен, что раз там уже сплоховал и в дальнейшем будет точно так же. Может будет, может быть не будет, но в данный момент здесь сейчас цель сохранить семью. Вот такая здесь девочки ситуация. Знаю, что третья позиция многим не понравится, да, но она такая. И, кстати, крайне редко здесь карты вот именно такую ситуацию показывают, что здесь, да, вот именно сейчас за семью и ради семьи здесь идет кармический урок. Он должен, он вынужден здесь сейчас сохранять семью. Если здесь мужчина не свободный, точнее, свободный, да, здесь вы ждете уже предложение руки и сердца, а есть там какая-то ситуация в семье, там мама, папа, братья, сестры, то здесь он тоже сейчас должен переключиться на семью. Здесь семья, семья, семья. Там есть серьезная проблема, которую ему нужно решить. Он сам ее допустил, сам он ее решить должен. так, ваш мужчина с точки зрения ведьмочек. Ну да, он, видите, он в шоке здесь происходящего и он причем не знает, что вообще в будущем будет. Происходит какой-то процесс, который ему здесь сейчас вряд ли подвластен. Он много об этом думает, он много думает, что же дальше будет, чем все это закончится, но пока здесь он находится в прострации. Он четко знает, что это он виноват. Например, вы. Он хочет девочке своей собственной сейчас стабильности, а у него сейчас здесь под ногами угли горят. Он хочет, чтобы это скорее всего закончилось и все вернулось в то стабильное русло, которое было. А тут, а тут, ну тут вообще капец, конечно. пусть разбирается здесь. Сам виноват, сам пусть все поправляет. Мысли мужчины о вас. Не знаю, да, опять же, кто здесь меня смотрит. Жены, любовницы. Мысли. Общаться, но в очень спокойном, неспешном порядке. пока без перспектив. Но он понимает, что здесь пока в ваших отношениях, в вашей ситуации о перспективах смысла. В перспективах смысла нету. Говорить о них тоже смысла нету. Видимо, настолько здесь подвисшая ситуация, что сейчас вот хотя бы наладить спокойное здесь общение. Да, вот умеренность, спокойное общение. Потому что много было недоверия, много какого-то обмана, многого вранья. И чтобы эта ситуация успокоилась, здесь должно пройти время. И он знает, что он не сможет сейчас ничего решать, потому что главная задача восстановить доверие, намерение. Здесь вообще, конечно, смотрите, здесь намерение. Опять же, вообще мне здесь светится, что здесь ситуация даже не столько для свободных здесь, вот действительно, кто в треугольниках и здесь в четырехугольниках. То, что тройка кубков, тройка мечей, там тройка мечей, такая ситуация, что семья и ведьма, да, как правило, это семья и там женщина, которая там любовница, например, да. И вот здесь такая ситуация. Смотрите, какие намерения. Здесь максимально здесь успокоить сейчас ситуацию там, где есть проблема и через какое-то время снова вернуться вот в это. Здесь мужчине дам шанс проработать ситуацию, проработать кармический урок, потому что проблема здесь случилась из-за перекоса, что он здесь делает что-то неправильно, но он этого не видит. Он видит, что сейчас есть 7-минутная задача, вот срочно надо что-то исправлять, поправлять. Но здесь намерение такое, что я сейчас-то все исправлю, поправлю, а потом снова вернусь в то былое, которое было. То есть, по сути, снова вернусь, заведомо понимая, что эта ситуация может повториться. Но здесь, понимаете, здесь вот, ну его, ну пока вот научить чему-то здесь. Не знаю здесь, какую цитату здесь можно привести, но здесь жизнь его не учит в данный момент. Пытается научить. Но кармические уроки, они на то и кармические уроки, что нас никто не направляет, нам никто не помогает, нам никто не мешает. Нам создают задачу, которую мы должны решить. А как мы ее решим? Это как на экзамене. Вот нам выдали задачу, да, у нас были условия, мы какое-то время обучали, взаимодействовали, нам выдали условия. Решайте. На двойку вы решите или на пятерку, это сугубо ваша личная задача будет. Вот и здесь, но здесь человек не справится с той задачей, которую мы поставили, потому что здесь он снова пойдет в такой же круговорот, который способствовал по проблеме. Да. Да, здесь не свободны. Если ваш мужчина полностью свободный, если нету другой женщины, неважно, жены или любовницы, не пишите мне, что нету двух женщин. Это, девочки, не ваш расклад, не надо его смотреть. Потому что я устаю в комментариях, вот читать такое, некоторым отвечаю, что, но если не совпадает, зачем смотрите? Не смотрите. Есть три позиции, есть расклады на одну позицию. Расклады делаю часто. Не пишите, но не буду здесь высказывать дальше свое мнение, но оно нехорошее относительно вот высказывания, что, а там нету двух женщин. Ну, раз нету, это не ваша позиция. Но жизнь здесь не учит. Да, здесь свои собственные задачи и цели у мужчины. Здесь задача, вот как будет правильно именно для меня. Он понимает, что вот его цели, которые, или мечты, которые, они будут приносить ему кучу проблем. Он-то знает, но ему это хочется. Поэтому готов здесь дальше рисковать. А вось пронесет. Действия. Его действия до Нового года относительно вас. Чуть на эту позицию вообще что-то меня из колеи выбило. Даже смотреть не хочется, вот честно. почему? Потому что я не люблю людей, которые в сложных ситуациях что-то спасают, исправляют, чинят, а потом заново провоцируют ситуацию, чтобы заранее, понимаете, понимают, что заранее и снова будет такая ситуация. Это я не знаю. Это знаете, вот как на красный свет перебегать дорогу, понимают, что тебя может сбить машина, тебя машина сбивает, ты лечишься, выздоравливаешь, выписываешься, все у тебя, все нормально, и ты заново начинаешь бегать. Вот. его действия до конца Нового года, Новый год, и, может быть, первые числа января относительно вас. будет действовать согласно той манере, которую он обычно использовал, или тактика. Если вас он поздравлял на праздники, на Новый год, там, на 8 марта, вот, и другие важные даты день рождения, то, значит, он поздравит. Если он имел свойство, допустим, в вашу ссору попадала какая-то дата, и он, девочки, не поздравлял, то он здесь и здесь не поздравит. Здесь человек от своих собственных правил не отступится. Уж слишком много здесь спеси, слишком много здесь гордости. Да. Вот здесь вот сугубо вот в рамках того, что было раньше, поэтому здесь вспоминайте. Если здесь мужчина вам вообще не знакомый, так вот хорошо, да, и вы не знаете, на что он способен. Здесь как раз-таки вы и посмотрите, что он будет делать. Здесь не могу сказать. Я говорю, и желание отпало здесь данного мужчину смотреть, но я не понимаю такого. Обидитесь вы на меня, не обидитесь, я не знаю. Посмотрю здесь совет именно для вас, но данного мужчину что-то рассмотреть вообще уже не хочется. Сама лично бы его вот так вот взяла бы за грудки и потрясла бы, спросила, что тебе надо вообще от этой жизни, что раз ты вот так вот продолжаешь действовать. Девочки, вам совет, ведьмочек? А нам все равно, а нам все равно. Вот такой вот здесь совет. Поздравят, отнеслись к этому спокойно, без щенячьего восторга. Не поздравил, вон вот в позу встали в медитативную и все, и ловите прекрасные энергии. Да, вот здесь вот абсолютно безэмоционально, абсолютно все равно. Поздравили, да, хорошо, спасибо, все. Не поздравил, спасибо тебе и за это все хорошо. Но здесь я не рекомендую вам, что если этот мужчина не поздравляет, даже спрашивать, как у тебя хватило совести даже в такой вот праздник не поздравить. Нет, девочки, здесь ничего не делайте. А если он будет поздравлять, потому что здесь вот вариант такой здесь или-или. А если здесь он будет поздравлять, вам совет. Ну, в ответ здесь, да, здесь стоит поправить. Видите, здесь карты, все-таки карты движения. То есть в ответ сказать спасибо там или да, хорошо, спасибо и тебя тоже с Новым годом взаимно там. Счастья там, здоровья, пишет вам. Спасибо большое, взаимно тебе тоже. Счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Здесь должно быть зеркало. Написали вам, пишет, и вы не написали вам, значит, и вы здесь не пишете. Не обижайтесь, девочки, пожалуйста, но иногда бывают такие расклады, которые все, отбивают желание вот что-то вот в плане этого мужчины смотреть. Здесь прям такой упертый какой-то баран, который вообще не понимает, что в этой жизни надо. Или как в этой жизни правильно, как работают энергии, что такое обратная связь. ладненько. Буду заканчивать. надеюсь, надеюсь, даже такой вот противоречивый очень и сложный расклад, который, я говорю, вам может не понравится, я с этим согласна. Можете поставить дизлайки, я буду не против тех, кто поставит лайки, напишет комментарий, я буду безмерно благодарна, потому что, ну, не все любят вот такие вот комментарии, когда вы просто наизнанку выворачиваешь, смотришь ты в эту изнанку и хочется быстрее закрыть и забыть. Вот у меня такое, девочки, состояние сейчас, которое не часто случается, но случается. В любом случае, я вас поздравляю с наступающими праздниками, я желаю вам всего самого наилучшего, здоровья, счастья, исполнения желаний и до встречи в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok